Сейчас, на самом деле, я собираюсь рассказать немножко, как бы, может быть, некоторым странные вещи, да, и как бы сама постановка вопроса будет, возможно, там, идущая вразрез там с классической философией, причем кардинальной. Но я покажу, что уже у Хадигера вот эти интуиции есть, хотя Хадигер эти интуиции в процессе как бы своего философствования все-таки как бы редукцирует, да, и они, у Хадигера, они как бы с одной стороны вроде есть, обнаружены, а с другой стороны вроде как спрятаны. А речь идет о чем? Вот мы привыкли в философии говорить о том, что Бытие одно, да, и как вообще рассуждения ведутся? Во-первых, возникает, прежде всего, кардинальное различие между Бытием и Сущностью, да, вот мы говорим Бытие и противопоставляем О Сущности. На долю Сущности мы относимся к определенности, а на долю Бытия такой аспект, как существовать. И, собственно, кроме существования, тут никакого аспекта нет, да. И вот в таком различии, если мы теперь обратимся к тому, что вот наш мир представляет собой некое многообразие, и в этом мире существует много Сущих, то каждое Сущие имеет некую Сущность, но все эти Сущие как бы сплашиваются в нечто одно с точки зрения Бытия. Ну, действительно, вот если мы берем, допустим, одно Сущие и другое Сущие, да, достаточно два рассмотреть, то, ну, вот Сущие 1, Сущие 2. Ну, мы ставим вопрос о том, допустим, вот Сущие 1, Сущие 2. Что между этими Сущими находится? Между этими Сущими не может находиться Несущие, правильно? Поэтому между этими Сущими должно находиться, опять же, Сущие. То есть, иначе говоря, когда даже мы говорим о двух Сущих, и вроде как возникает некий разговор о том, что находится между Сущими, тем не менее, мы всегда это сводим, опять же, к одному. Сущие 1 сплачиваются Сущие 2. И всякий раз при таком рассуждении, всякого рода различие, которое мы укажем, вот как вот здесь нарисовано, в пространстве, оно будет сведено к одному. Если различие мы рассматриваем как различие по содержанию, то мы в силу изначальной разницы бытия и сущности, мы все это просто редуцируем к сущности. То есть, всякое различие, которое есть, содержательное различие, редуцировано к сущности. Поэтому единственный способ нам указать различие, это указать его как бы в пространстве. Как вот я здесь нарисовал. Вот доска, это своего рода модель пространства. Мы указываем два сущих в этом пространстве, между ними не может быть ни сущего, да? Сущие сущим сплачиваются, и возникает одно. И вот, собственно, вот это рассуждение, которое я сейчас привел, это рассуждение с параменито. И в параменитое получается, что все сущие с другим сплачиваются, и получается нечто одно. То есть, иначе говоря, то многое, которое мы наблюдаем в мире, то многообразие, ну чувственное многообразие, оно сводится к одному. Ну и дальше там есть рассуждение о том, в чем смысл этого одного. А смысл этого одного состоит в том, что оно есть, это вот параметр, по которому все сущие представляют собой одно, есть бытие. И, собственно, когда мы говорим бытие, то всегда разговор идет о том, что оно одно. Но не может быть много, вроде бы, этого бытия, да? А может быть только одно бытие. Причем, как бы, это два разговора, прежде всего разговора античный, да, когда речь идет о том, что все есть бытие, да? И, во вторую очередь, разговор богословский, да, где под бытием поднимается Бог, ну, все как бы сходится к этому изначальному бытию, в смысле того, как все сводится к абсолюту. И, как бы, даже такая уже разведленная и развлеченная внутри себя философия, как философия Гигель, тем не менее, она тоже стремилась свести все многообразие мира, причем мира не только в смысле, как бы, феноменов мира, но и в смысле знания, которые мы имеем, да? Допустим, мы знаем много различных философий. Философия Гигеля пыталась все это свести в некую единую систему. Почему? Потому что изначально была интуиция, что весь мир представляет собой некое единство. И вот надо построить такую философию, которая бы отображала это изначальное единство. То есть, любая философия, она стремится выстроить мир в некотором единстве. Мир представляет собой единство, да? И философия должна из единого принципа выстроить это же самое единство, да? Это единственное, оно усматривается у Гигеля в виде духа, да? Вот книги Вигеля абсолютно един. И, как бы, этим самым, как бы, философия Гигеля в каком-то смысле венчает вот этот изначальный проект, выстроить некоторую систему знания в виде целого, в виде единства. Вот после Гигеля, как бы, как раз то, что называется постклассическая философия, вот она пытается развивать другую идею. Она показывает, на самом деле, что если, ну, прежде всего, это начиная с Ницше, наверное, да? Что если мы отказываемся от идеи абсолюта, если как Ницше это выражает в тех словах, что вот если Бог умер, да? Если у нас нет абсолюта, то на самом деле вот это вот единство мира рассыпается. Да, мир перестает быть чем-то единым, мир становится как бы многообразным. Но что означает, что мир становится многообразным? Вот эту тему подхватила прежде всего такая дисциплина, как культурология. Она говорит о том, что мир можно рассматривать как вот совокупность никаких культур. Ну, сейчас мы будем про культурологию говорить, я не про мир, поэтому мы будем говорить о культуре. Вот есть одна культура, да, какая-то культура один, есть какая-то культура два, есть какая-то культура три. Ну, там обычно здесь можно приводить данные антропологии, рассматривать эти культуры в историческом аспекте, что, допустим, различные культуры различаются в том смысле, что они просто в истории представляли собой разные цивилизации, разные общества. Допустим, есть античная культура, есть средневековая культура европейская, есть культура, допустим, наша современная. Можно так сравнить, а можно говорить о том, что есть какие-то дикие народы, пакуасы где-то в Африке живут там. Есть, допустим, японская культура, а есть, допустим, культура европейская. Не важно, как их сравнить Важно, что между этими культурами Нельзя их свести к чему-то одному Есть некая несоизмеримость между ними Каждая культура представляет собой Некую целостность И невозможно, на самом деле Свести их к чему-то одному Невозможно, как мы с Бытием рассуждали Невозможно взять и построить Какую-то суперкультуру, которая бы их объединяла Суперкультура Вот такой суперкультуры не построить Изначально В культорологии есть такая позиция Что каждая культура есть некая целостность Несводимая к другой целостности И этих целостностей существует много И если мы теперь С этой позиции Позиции множественности Или я называю это региональностью С позиции региональности мира То есть здесь, когда мы говорим о культурах Идет все-таки речь О содержательной разнице Существует содержательная разница культур В некотором отношении такая же содержательная разница Существует и в мире В свое время была мечта такая В науке Как бы все науки привести к какому-то единству Или, например, как есть физики Физика тоже стремится построить какую-то супертеорию Которая бы объединила всю физику У нас четыре взаимодействия Основных Построить будет супертеорию Которая бы все эти четыре взаимодействия Объединила в некую одну большую теорию Ну, в принципе, у человечества Есть изначально заложен Как бы привести Всякого рода разрозненность В том числе и разрозненность нашего знания К какому-то единству Но вот если подходить теперь К делу с позиции нашего опыта Который мы приобрели В результате исторического пути То выясняется, что вот это требование единства Есть нечто привнесенное извне Это как бы вот некое наше желание Чем на самом деле реальность То, что как бы Вот смотря на культурологию А теперь, если мы можем подойти к этому вопросу Так же и с другой стороны Допустим, берем какую-то одну культуру Внутри этой культуры мы различаем Политику Дальше у нас там есть философия Искусство Религия Есть так вот Наука Я просто перечисляю Как бы вот некие области культуры Которые В каком-то, конечно, отношении Пересекаются И мы можем Прокладывать Пытаться найти какие-то мосты между ними Но тем не менее Это вот как бы те дискурсы Разные Которые не сводимы друг к другу Можно, например, оставаться В рамках политики И все рассматривать с позиции Власти С позиции влияния И прочее Можно оставаться, например, на позиции искусства Где основным критерием будет вопрос Подход к миру с позиции красоты С позиции произведения искусства Религии Основной разговор будет об ассалюте А в науке, допустим Об истинности Проверки опытом Опытов Опытом И прочее То есть, иначе говоря Это вот как бы Некие дискурсы Которые точно так же Как культуры Связаны между собой Непонятным образом Невозможно вот так бы Создать какой-то Супер дискурс Который бы взял бы И все эти дискурсы объединил Такое не удастся сделать И в современной философии Как бы вот эта вот позиция О том, что вот мир В своей сущности регионирован Она присутствует И вот постклассическая философия Это вот просто Является одной из очевидностей На самом деле Что мир не представляет С собой некое единство А что мир вот распался На такие части И собственно Когда мы говорим о постмодернизме То именно это и имеется в виду Что нет как бы Единой истины Вот какой-то там Одной истины На самом деле Есть много разных истин В зависимости от того В каком контексте Она циркулирует Если мы говорим о дискурсе То в каком дискурсе Она работает Если мы говорим о культурах То в какой культуре В любом случае Вот у нас возникает Такое сущностное Сущностное регионирование мира Но это все Пока разговор был о сущности Изначально я говорил Развлечения бытия и сущности А вот у меня возникла Такая дипотеза А как быть с бытием Почему если мир регионирован Таким образом Почему разговор никогда Не заходит о том Что и бытие может быть Точно так же регионирован Иначе говоря, если мы говорим, и как бы это для нас является теперь некой очевидностью опыта, о том, что мир развит на некоторые ограниченные регионы, неважно, как их понимать, как культуры понимать или как дискурсы, можно еще там придумать другие способы. Почему теперь не рассмотреть вопрос так, что вот есть бытие 1 в каждом, допустим, каком-то регионе целостном, бытие 2 и так далее. Ну и, соответственно, там неизвестно, сколько их там, допустим, бытие 1. То есть, получается, данная постановка вопроса, она противоречит, собственно, той постановке вопроса, которая существует в классической философии, начиная, наверное, с фалеса, ну а как бы более ясно с пальменика. У пальмени до бытия это одно, а тут бытий много. Прежде всего, сразу возникает возражение, которое состоит в том, как мы их различаем. Мы можем их различить, как я говорил, двумя способами. Либо вот как в простанстве, вот бытие одно, а тут бытие второе. Либо мы можем их различить по сущности. Но еще раз говорю, если мы сделаем содержательным различие двух бытий, то мы как бы просто сведем к вопросу, к разговору о различных сущностях. И этот вопрос неинтересный, потому что мы, собственно, как бы тем самым просто попадем в сущность на различие изначально, которое я привел. То есть регионирование бытия в смысле сущности, как бы это нечто очевидное, как бы здесь нет никаких интересного дальнейшего развития. А если мы берем бытие, то как оно есть в смысле существования? Ну их два. И тогда единственное различие, которое вот здесь возникает, это вот различие как бы в пространстве. И опять возникает вопрос, а каким образом он существует здесь как бы между, да? Как вот это, статус этого между? Потому что это не между, а будет как бы не бытие. Возникает вопрос, а что это за пространство? Сейчас я объясню. Как бы не бытие. На самом деле, вот в чем состоит основная проблема. Основная проблема состоит в том, что мы вообще используем вот такое вот, как я нарисовал на доске, некое пространственное различие для того, чтобы обосновывать либо единство, да? Либо как бы множественное сбытие. Потому что действительно, когда Пальменик как бы рассуждает о том, что сущее-сущее всплачивается, он точно так же примерно адресует вот к этому различию, да, которое дано в пространстве. Тут вот для того, чтобы понять, почему это различие является несущественным, или является, как бы, как сказать, как его надо, как его правильно следует понимать, для того, чтобы к этому прийти, необходимо вот вернуться к тому, что я вот рассказывал о сознании, что оно представляет собой нечто пространственное. Подожди, вот чисто такой вопрос, но точно меня не опишешь, я не знаю. То есть когда мы стоим на одной стороне бытия, например, на бытие-1, для нас бытие-2, на тему бытие-2, что для нас она никогда не доступна? Мы никогда не можем получить опыт его в нём присутствии? Можем. Можем? Тогда знаешь, что нет. Но сейчас я обещаю каким образом. Просто для того, чтобы понять, каким мы можем, для этого требуется обратиться к тому, что представляет собой сознание. Сознание является чем-то пространственным, и то, что мы вот здесь расхватываем, как в пространстве. На самом деле, есть нечто только понятное сознание. То есть сознание понимает, почему это так можно сделать. Вот аналогия здесь, то, что мы как бы в одном пространстве раскладываем два бытия, это некая модель того, как мы, в принципе, можем что-то разложить. Но на деле, правильный подход состоит в том, что в каждом бытие сознание присутствует целиком. То есть не получается так, что на самом деле мы можем взять эти два бытия и вот как бы со стороны посмотреть, почему. Потому что я ещё раз говорю, если сущности несоизмеримы, то и бытия несоизмеримы. Поэтому вот этой внешней позиции нет. Есть только единственная позиция. Мы можем либо быть в бытие один, либо вот здесь сознание может быть, да? Либо сознание может быть полностью здесь. А между ними ничего нет. То есть мы либо сознание захвачено, оно и стол, либо сознание захвачено... Нет, тут различие бытия один и бытия два – это не различие сущностей. Сейчас, как это можно объяснить? Вот возникает такое выражение, как способ бытия. Вот для того, чтобы перейти к вопросу о способ бытия, надо было бы немножко коснуться философии Хайдеггера. Но тогда как бы потеряется нить, связанная с этим, да? Ну давайте сначала тогда расскажу примерно, о чём здесь в речи идет. Вот, допустим, мы понимаем, что такое способ бытия. Да? Способ бытия отличается от бытия тем, что способ сразу... Само слово «способ» сразу указывает на то, что есть несколько способов, да? Если бы способ был бы один, то какой бы смысл различать способ бытия и бытия? А если способов бытия несколько, то имеет смысл различение способов бытия. На самом деле, вот это различение способов бытия – это вот характерно для Хайдеггера, да? И вообще, как бы мы иногда используем эту тему. Так вот, надо было бы говорить о том, что сознание... Когда мы говорим о способах существования сознания, то мы говорим, опять же, о каких формах сознания. Вот есть формы сознания. Формы сознания – это способы, каким существует сознание. Так вот, для того, чтобы понять, каким образом эти два бытия существуют как различные способы бытия, для этого надо понять, что и в сознании существует различные способы. Иначе надо говорить о том, что бытие один — это некий способ бытия, и он может быть дан нам только в некотором способе сознания. Для него существует соответствующее сознание, форма сознания. форма сознания 1. То есть, бытие 1 постигается нами только в форме сознания 1, а бытие 2 постигается нами в форме сознания 2. И мы не можем, на самом деле, их сравнить. То есть, мы можем абстрактно нарисовать, как я здесь нарисовал, и пытаться попрошать, а не бытие. Но на самом деле, такой позиции нет. Потому что, когда мы находимся в бытие 1, для нас весь мир находится в некой форме. И эта форма, и весь мир только рассматривается через эту форму. Вот как в политике, например. Если мы находимся в политике, и форма нашего существования политическая, то мы все рассматриваем с позиции, как это связано с политикой, какие-то партийные вопросы, вопросы власти и прочее. И все вопросы, связанные с другими формами существования, вопросами искусства, науки и прочее, все рассматриваются через призму вот этой формы политической. Точно так же, когда мы переходим, допустим, в форму бытия 2, когда мы говорим об искусстве, то весь остальной мир и все остальные формы рассматривают сквозь призму этой формы, форму искусства. И все вопросы, которые мы ставим в миру, в том числе и политики, они связаны с вопросом о красоте, с вопросом об искусстве, о том, что такое искусство, что является искусством, что искусством не является, что такое художественное произведение и прочее. Совсем другие вопросы ставятся. Иначе говоря, формы сознания, они существенным образом связаны с способами бытия. И различие вот этих различных видов бытия можно понять только в том случае, если их понимать как различные способы, каким существует сознание. То есть сознание, поскольку вообще есть существенная корреляция между тем, что такое представляет собой бытие, и тем, что представляет собой форма сознания. Потому что ведь мы всегда говорим о том, что различие самого бытия и сущности, оно исходит из различий, которые установлены внутри сознания. То есть сознание понимает, что такое различие между бытием и сущностью. Так вот, и точно так же сознание только может понять, в чем состоит различие различных способов бытия. И понять оно может только исходя из того, что существуют различные способы существования самого сознания. То есть, что сознание существует не одним способом каким-то, а что сознание на самом деле представляет собой некое единство, а некое многообразие форм своего существования. Ну, если взять, допустим, Гегеля, да, у Гегеля там формы существования сознания. Это чувственная достоверность, восприятие, рассудок, разум и прочее. Там, ну, он как бы эти формы существования сознания делит по линии различения способностей. Но можно как бы эти формы существования различать по линии, допустим, как я разделил, по линии различения культуры. Вот есть различные культуры, да. Что культура в смысле и исторических эпох, и в смысле тех культур, которые существуют одновременно вместе с нами. Или, допустим, в смысле дискурса. В любом случае, различие способов бытия можно провести по линии различения форм сознания. Человек может перейти из бытия, из бытия, из бытия, из бытия, из бытия. Ну как бы, он из одного формы сознания в другой может перейти. Ну так, блин, тогда бытие там и там одно и то же, нет? Да не одно и то же, но как форма сознания разная, и бытие различается, исходя из того... У тебя бытие, получается, жестко привязано к дискуссу. У меня бытие жестко привязано к форме существования сознания. Но форма существования и дискусс – это одно и то же. Ну, фактически существует одна люстра, только эта люстра рассматривается... Да никакие люстры, люстра здесь никаких нет. Здесь не идет речь о никаких объектах. Здесь идет речь о бытии, это существенная разница. Не идет вопрос разговора о сущности. Но здесь есть некоторые аналогии, состоящие в том, что поскольку мир регионирован, сам мир регионирован, то мы можем ввести такое понятие, как различие его бытий. Вот давайте сейчас перейдем к Хайдеггеру, может быть, будет более понятно. Вот Хайдеггер, да, в бытии и времени разводит, у него возникает, как бы, изначально, если читать его, два региона бытия. Первый регион бытия, это как неприсутствие размерной сущей, да? Вот сущей, внутримирной он их называет, да? Внутримирной, неприсутствие размерной, да? Эти сущи, они постигаются под категориями, понимаются. Бытие у него обозначает, как вот, ну, я пишу по-немецки, займ, да? И также существует такое сущие, как присутствие. Да, займ. Да? Это присутствие постигается под резистенциалами, и бытие его обозначается, ну, если по-латински писать, экзистенцией. Ну, или там, по-немецки, там, экзистенция. Вот так. В любом случае, как бы, мы наблюдаем, что, во-первых, эти сущие, да, различаются не только содержательно, но они различаются также по своему бытию. То есть, у Кадигера уже есть сброс, да, что здесь бытие... По содержателю как они различаются? Здесь под категориями, здесь под экзистенциалами, да? А как они различаются существенно по бытию? Здесь бытие как заня, а здесь бытие как экзистенцией. Причем вот это различие, оно в самом бытии времени проведено, да, и получается, что два региона бытия. И вообще у меня даже есть такой разговор о том, что присутствие нельзя рассматривать, там, под категориями, потому что это, как бы, падение присутствия в некий неправильный способ его понимания, да, там. А, как бы, присутствие, вот, его надо обязательно рассматривать под экзистенциалом. То есть, вот у нас есть два региона. Первый регион, это регион, можно было бы обозначить, его регион вещей, да? А второй регион, это вот регион присутствия. Можно этот разговор представить более понятно, если, например, вспомнить наше субъект-объектное различие, и мы говорим всегда о том, что субъект это никогда не может быть объектом. То есть, а есть регион объектов, есть регион субъекта. И их свести друг к другу нельзя. Никогда субъект не может стать объектом. И тогда получается, что вот уже субъект-объектное различие, вот эта вот региональность уже присутствует. Да, вот есть как бы то, что как бы мы понимаем как субъект, и вот субъект, он как бы нечто особенное и не сводимое к объектам. А есть некие объекты, да и объекты, они тоже совсем другое, люди, два регионы есть. Вот уже у Хадигера эта идея есть, и даже термины есть, зайный, экзистенция, там, или экзистенция. То есть, даже термины различаются. То есть, он уже вводит регионирование бытия, два бытия. Бытия как зайный, бытия как экзистенция. Но, на самом деле, не все так как бы радужно. Дело в том, что у Хадигера есть вот понятие мира и усти мира. Потому что он, как философ, все-таки пытался, опять же, свести все к некому единству. Он считал, что, на самом деле, рассмотрение сущих как вещей, это неправильное рассмотрение. А правильное рассмотрение рассматривает их как нечто подручное. Да, вот у него возникает подручье. Дело в том, что он, действительно, он как бы, если читать Хадигера, то возникает первый вопрос. Каким образом соотносится вот это зайный экзистенция? Экзистенция. То есть, каким образом два рода бытия? То есть, вот бытие один, как вот тут вот зайный, да? И бытие два, как экзистенция. Как они соотносятся? И для того, чтобы этот вопрос решить, ему надо как бы либо привести его к единству какое-то, да? Либо, на самом деле, констатирует, что вот, говорит, наш мир, как бы, вот он регионирован, не только с точки зрения сущности, да? Которые рассматриваются под категориями, которые рассматриваются под экзистенциалами, но также с точки зрения, как бы, регионирования самого бытия. То есть, бытие один, бытие два, как я рассказывал. Так вот, он через понятие подручье, он как бы берет и вот этот займ редуцирует к экзистенции. То есть, мир, как бы, становится, опять же, единым. Да, вот мир, восьмир у него там возникает. То есть, вещи, на самом деле, становятся подручными. Почему? Ну, в том смысле, что их бытие есть не что иное, как бытие вот этой экзистенции. То есть, все бытие, какое существует, как бы, вот у него возникла такая идея, вроде бы, как она какое-то время просуществовала там, мелькнула, скажем так, на это бытие времени, да? Вот это различие регионирования именно бытия. И потом она вдруг раз, и у него возникает редукция, и все бытие, какое у него есть, бытие мира, она свойствует к экзистенции. Вот такой любопытный, кстати, у Хайдегера вход, что как бы не так легко обнаружить, если изначально не поставить саму проблему о том, что бытие может быть регионировано. Бытие не в смысле содержательности, опять же, как я изначально сказал. То есть, вещи, свойства к экзистенции, да? Ну, не вещи, а займ, бытие, существование вещей. Да, свойства к экзистенции, да. И в этом состоит подручности, да? Да. Так и понимаются подручности. Но вещи сами по себе могут существовать независимо, как займ. Но, тем не менее, это считается, что это неправильный модус понимания мира. То есть, это как бы модус неподлинный. Или как падение. То есть, неподлинный или все-таки другой? Ну, терминологически это надо... Он как самостоятельно существует? Конечно, вещи... Или это просто заблуждение сознания считать, что вещи есть сами? Он считает, что классическая философия, она впала в некую ошибочность рассмотрения. И поэтому надо изначально из феноменологии как-то выстраивать. А как феноменология развивается? Феноменология развивается из некой повседневности, в которой наши возможности спроецированы на возможности мира. И поэтому изначально нет никаких вещей. Изначально сама постановка о вещах является неправильным модусом осмотрения. Вопросы о мире. А мир изначально существует как подручный. То есть, как бы здесь есть некая критика. То есть, когда я говорю о вещах, это как бы я уже сам в некотором отношении нахожусь в неправильном модусе высказывания. Ну, для того, чтобы мне просто показать, в чем изначально состоит вот эта вот разница, изначально вот это сведение, редукция. Мне просто нужно вести и понять вещи. А на самом деле у него как бы изначально мир должен осматриваться как мир подручных. Подручных сущих. То есть, у нас все-таки бытие как бы одно на самом деле. Нет, нет, еще раз говорю. Сисмальное понимание бытия и бытия. Вот, вот, можешь взять бы это бытие и время, там, я не знаю, там, не помню, какой параграф, 9 или какой-нибудь там. Возьми и прочитай. У него просто, это вот различие, которое я здесь привожу, оно и у него просто написано буквами, понимаешь, что такое буквами написать. Он написывает термины, что здесь категория, здесь экзистенциалы, здесь зайна, здесь экзистент. Черт, я должен это как бы, и это вообще, вот досудно вещь, это просто очевидно, берете и читаете. Да нет, 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 не о том не прочитаю. А потом он берет и редуцирует. У него получается, что он, на самом деле, кто-то занят, ни что иное. Вот он говорит о смысле бытия. У него бытие изначально-то как бы одно. Но интуитивно, интуитивно, он построил свой тракт так так, что можно понять, что бытие два вида. Что есть бытие вещей, как бы, да, а есть бытие вот экзистент. Но бытие все-таки одно. И в итоге у него получилось бытие одно, да. Как я называю, это редукцию. Он свел как бы. Но изначально интуиция была. Ее можно обнаружить, трактать. Есть бытие формы, есть бытие мысли, ну, мысли, содержания. Нет, есть... Давайте, как бы, все-таки, еще раз, всегда есть желание, да, или, как бы, найти аналогию среди соотношений сущих, да, в соотношении некой содержательности или определенности. Все-таки, но мы хотим говорить о существовании. Я хочу сказать, что есть существенное различие в существовании. Понимаешь? Не в определенности, а в существовании. Теперь, для того, чтобы это различие пояснить, мы обратимся к философии природы Гегеля, да, которая, там, осмиивается, там, многими философами, там, что вот, скажу, Гегель, да, залез на наводчину, как бы, науки, да, там, и пытался, там, как бы, учить ученых, там, и, в общем-то, этого у него не удалось. Но если, как бы, просматривать этот вопрос, вот, в аспекте регионирования бытия, то возникает, что есть следующие регионы мира. Во-первых, вот, пока выписываем, как регионы мира, в смысле содержательности, да. Это у нас есть мир минералов. Дальше есть, ну, естественно, растительный мир, растения. Нет, там, мега-физическая реальность. Животные. Ну, и, естественно, человек, да. Как бы, и понятно, что вот это вот, это у нас живое, а это, как бы, неживое. Ну, и, собственно, можно взять, опять же, аристотель. В аристотеле есть три вида души. Растительная душа, животная душа, душа и разумная душа. То, что относится к человеку. Любопытно, что вот, если мы подходим, опять же, к вопросу регионирования мира, да, вот, существует, по крайней мере, достаточно кардинальная разница между живым и неживым. И мы говорим о том, что бытие камня, да, или бытие минерала, там, это одно бытие, а бытие живого, это жизнь, это другое бытие. То есть, вот здесь бытие, это там, мы уже не знаем, как его обозначим, ну, давайте обозначим просто бытие, да. А здесь-то ведь, когда мы говорим о бытие, мы имеем в виду жизнь. Вот, например, если какое-то тело, да, ну, допустим, берем животное. Пока животное живое, оно животное. Но когда оно умирает, то оно переходит в мир, как бы, вот этих, ну, минералов, там, или там, неживой природы. То есть, тело присутствует, ничего вроде не изменилось. Там, органы присутствуют, да, вот лежит тело, да, оно только что умерло. Оно даже теплое, да. Но, тем не менее, как бы, оно не жизнь, да. То есть, его бытие, на самом деле, уже другое. Оно перешло из-за вот этого бытия, которое мы называем жизнью, вот этого бытия, да, и которое есть неживая природа. И вот это вот регионирование, на самом деле, из этого регионирования бытия, которое мы усматриваем, конечно, здесь, конечно, различие сущностей. Но, тем не менее, может пытаться на этой основании, пытаться понять, в чем состоят различные способы бытия. Ведь мы прекрасно понимаем, что есть такой способ бытия, как быть растением. Это определенный способ. И совсем отличный от того, что значит быть животным. И соответственно, отличный от того, что значит быть человеком. Вот теперь как бы, ну я даже просто не пытаюсь это объяснять, потому что это и так нам понятно, да? Почему это так? Можно там здесь описывать, там, в счет состоит, нравится животного растения. Ну каждый может сам просто выобразить. Тут-то там есть органы, оно животное передвигается, растение стоит на месте. А правда есть какие-то перекатиполенные. Ну там есть какие-то переходные, наверное. Ну у растения органов нету там. Или я не знаю, называют ли это органами, что у него там ствол есть там, или листья есть там. Я не знаю там. Ну минералы совершенно как бы другой способ бытия, да? Ну у вас человек, понятно, да? Хотя человек в каком-то отношении похож на животное, но у него есть вот разумная часть. Он является свободным, как бы, и он может там свою жизнь выстраивать из этой свободы. Так вот, если мы теперь как бы с этой позиции опять же вернемся к Хайдегеру, то там получится, что Хайдегер на самом деле различил способы бытия с помощью вопросов. Он поставил два вопроса. Что и как? Вот то, что относится к категориям, да, тем сущим, которые являются неприсутствием размерами сущими, да, а как относится к такому сущему, как присутствию. Почему? Потому что он вообще понял человека как некую свободу, как некую возможность, он его называет, да? Свобода возможностей. Иначе говоря, он различил весь мир на то, что относится к человеку и все остальное. Тут все остальное. Но в это все остальное попали, оказывается, не только вещи. Я там в прошлый раз писал вещи, да, поэтому... Но на самом деле вдруг мы обнаружим, что растения и животные, как бы если мы это смотрим, да, регионирование, они тоже попали в вещи. Но их способ бытия совсем другой. И нельзя сказать, что их способ бытия относится только к что. Вообще-то эти растения и животные, у них есть и вопросы как. И способы их бытия невозможно описать вопросом что. Иначе говоря, получается, что Гадиги вообще упустил два существенных региона бытия. Он просто их выбросил на помойку вместе со всеми остальными сущими. И все. Это существенное как бы возражение. Нет, почему? Почему он их выпустил? У тебя же получается, что он делит людей на «я», которые работают в теме морщинской морности. И другое на предметы, которые противопостоят мне, то есть «я». И таким образом другие люди у тебя тоже относятся к что? Как и животные и растения, потому что они за тебя выступают в качестве предмета. Ну, это еще хуже. То, что ты описал, это еще хуже. Почему это хуже? Ну, я понимаю. Почему это хуже? Вот, например, мы берем такую замечательную философию, как философию Канта. Просто это будет замечательный пример того... Замечательный пример, замечательная философия. Да, это будет пример, интересный пример того, как нельзя на самом деле... Философствовать. Да. Нет, нет, никак нельзя относиться пренебрежительно к таким объектам, как растения и животные. Потому что философия постоянно их проскакивает. Она занимается много вещами, там, что-то их высматривает, вокруг них ходит. У гусевых там бесконечно много написано о том, как там надо вещи изучать, что там происходит, когда мы ее изучаем и прочее. Про какие-то профили и прочее все. А куда делается разговор о растениях и животных? Как будто бы их не существует вообще. Я уж не говорю про человека. Этот вопрос ты правильно поставил. Вопрос о человеке это еще... Как вообще существуют два человека друг для друга? Это еще более фундаментальный вопрос. Я даже на эту позицию и вставать не хочу, но тем не менее. Вот, например, берем Канта и рассматриваем его критикущества раз. И у него получается, что в пространстве время есть форма нашего чувства. Хорошо. Допустим, можно в каком-то смысле рассуждать о том, что такие сущие, как вещи, неживая природа, ну, может быть, подчиняются нашему внутреннему чувству. И как бы их формы, они являются действительно формами нашего внутреннего чувства. Ну, можно с этим спорить как бы. Но я просто сейчас, допустим, согласился. А как быть с растениями и животными? Давайте растения оставим, там, мы уже возьмем животных. Во-первых, у животного есть внутренняя некая целесообразность. То есть есть... Что такое внутренняя целесообразность? Это просто есть внутренняя форма, своя внутренняя форма. Не форма, которую мы придаем нашим формам и чувствам, а внутренняя форма, своя. И эту внутреннюю форму уже не постигнут, исходя из наших априорных понятий, там, исходя из наших созерцательных форм пространств и времени. Какой ты взял, что у него есть внутренняя форма? Ну, то, что животное... У нее есть своя целесообразность. Вот как бы... Она воспроизводит себя, то есть она производит другое животное. Она кормится, она следует каким-то своим влечениям, да. Она, допустим, перевещается с одного места на другое, да. Там, она ищет пищу, она там защищается. У ее поведения очень сложно. То есть невозможно свести все это многообразие к нашим априорным формам. Для того, чтобы изучить животное, надо непосредственно смотреть на животное. Ну, самое-то любопытное здесь еще что? Что, как бы, если мы смотрим на животные растения, то возникают такие понятия, как род и вид, которые существуют в самом мире. Канн говорил, что понятия являются чисто априорными вещами, да. Как бы понятия в мире не существует, но мы, как бы, проектируем наши априорные формы в виде понятий на мир. А как род и вид? Ведь это живые понятия. Петрог существует в каждом отдельном животном, да. То есть каждый отдельный животный является представителем некого рода. И в каком-то смысле роды и виды – это просто живые понятия, которые вот между нами существуют. И получается, что вот изначально кантовский вопрос – это то, что понятия только априорными, мы просто не видим. Потому что есть роды и виды, и мы, когда их изучаем, мы просто абстрагируем эти роды и виды, и у нас возникают эмпирические понятия. То есть есть такая вещь, как понятия, которые абстрагированы из опыта. Опять же, изначальная по словам к вопросу Канта критики, чисто разово, вот он оказывается такой несостоятельный. Но сам Кант это понимает. Если я просто сейчас начал читать критику способности суждения, и вдруг выясняется, что вот все вот эти вещи он сам прозревает в этой критике способности суждения. Но он просто не апеллирует к первой своей работе. Как бы дает понять, что он вроде как бы все это понимает, и что умный читатель, он как бы правильные выводы сделает. И отсюда, причем вот отсюда, как раз и стартует философия Шеллинга и Гегеля. И иногда их не понимают, каким образом связаны философия Шеллинга и Гегеля с Кантом. Ведь они как раз первые Шеллинги и Гегеля поставили вопрос о том, что природа разумна. Почему природа разумна? Потому что природа есть как бы каменевший интеллект. Потому что хотя бы в родных и видах, в смысле животных, уже присутствует некая разумность в мире. Вот она как бы растворена в мире, некое мышление, которое растворено в мире. Вот это постановка вопроса о том, что разум, вот он растворен в мире. Да, разум, природа как окаменевший интеллект. Ну вот это все как бы идет к разговору о том, что как философы недооценивают такие сущие, как растения животных. И как вообще, на самом деле, регионирование мира, связанное с сущностью, может навести на такую проблему, как регионирование мира, связанное с существованием. То есть существуют различные способы существования. В данном случае я вот претендую на то, что существуют различные способы существования камня, растения, животного и человека. Может быть, существуют еще какие-то другие способы, там ангела, бога. Я просто не уверен, что такие сущие существуют. Ну, по крайней мере, в сущих, таких простых сущих, которые встречаются ежедневно, а именно как вот камень, растение, животный, человек, мы можем быть уверены, что, ну, по крайней мере, можем поставить такой вопрос, да, о том, что их способ бытия разный. И значит, мы не должны говорить о том, что бытие есть одно. А должны говорить о том, что способов бытия ровно столько, сколько регионов сущего. Ну, значит, говорят, способ бытия стола и дивана разные. Ну, ты опять сводишь, способов бытия, это неживая природа, это один и тот же. Они в одном регионе находятся. Почему они не находятся? Ну, то, что они в одном регионе неживой природы находятся. Я, на самом деле, каким образом регионы разбиты, еще не знаю. Ну, понятно, на самом деле, почему вообще человечество постоянно говорит о единстве, об одном. Это связано в некотором отношении с нашей религиозностью. Потому что представление об одном источнике, да, это есть, как бы, представление о том, что Бог, вот, да, вот, как творит, сотворил мир. Он, как бы, одна причина, вот, если Бог, абсолютно, да, Он сотворил мир. Вот, как в своей причине, Он и являет единством мира. Я уже, если говорить о нашей цивилизации, европейской. Если мы, как бы, вот это представление отсекаем, то сразу мир разваливается, вот, на регионы. И все. И быть и ровно столько, сколько этих регионов. И каким способом их надо понимать, я объяснил, да, как форму. В смысле того, что в каждом регионе форма сознания своя. Форма сознания одно, сознание другое, сознание третье. Ну, и так далее. Ну, такой примерно, я еще, как бы, эту тему еще не развил, я просто начал ей заниматься. На самом деле, я об этом думаю давно. Но, мне просто, в принципе, рассуждение Топарменидов в свое время поразило, как бы, своей простотой, как бы, и, ну, и наивностью, да, вот, какой-то, такой, логичностью, которая просто опрокидывает. Ну, вот, я, как бы, все время пытался понять, в чем там состоит ошибка, ну, почему это рассуждение не является правильным. Нельзя, на самом деле, исходить из того, что бытие есть, не бытие нет, доказывать, что мир есть одно, как бы, и отсюда выводить потом, как это сделано, там, средневековая философия, или там, ну, вообще философия, связанная, там, с Богом, да, что Бог есть, и Бог один, да, что причина одна. Вот. И причин, соответственно, нет никакой одной причины. Невозможно это многообразие свести, как бы, к одному. Субтитры сделал DimaTorzok